Утро на Болткоме 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 Билеты уже можно приобретать. Фестиваль проходит на двух площадках. Уже привычные площадки Splendid Palace в обоих залах, даже в трех залах, потому что и нижний зал тоже будет задействован. И мы прирастаем в этом году новой площадкой. Кстати, если кто вдруг по недоразумению и слушателей еще не был на территории музея Зузеум, советую вообще сходить. Сейчас там потрясающая выставка кузнецовского фарфора. Но на этой площадке мы будем показывать программу Art Dog ProArt. Это фильмы и про арт, про деятелей культуры, искусства. Притом, деятели, знаете, это такое, что-то я тут зашел с такого казенного слова, и сразу, может быть, произошло такое отторжение. Никакие не деятели. Например, одна картина о фермере в Америке, который потом, когда его уже не стало, его родственники раскопали его съемки. Он, оказывается, последние годы своей жизни снимал на своей ферме триллеры. И, так сказать, извините, его коровы были, так сказать, жертвами этих триллеров. Просто как этот фильм «Бензопила», да? То есть это такой трэш конкретный. Мужик снимал эти трэшовые фильмы, и никто не знал. Обычный спокойный фермер в Америке. В Тихом Момуте. Да, В Тихом Момуте. Потом другая картина о израильском враче, который тоже, кстати сказать, всю жизнь снимал свою жизнь. Эта картина получила много призов, номинировалась на Оскар. Такая жизнь семьи через вот эти хроники этого доктора. То есть он художник не потому, что он деятель искусства, а он художник, потому что это его часть жизни, это то, чем он дышал. И вот такие картины, и даже такие, я бы сказал, это же про-арт, арт-дог и про-арт. А вот если арт-дог, то у нас в этой программе, ну, например, анима-дог, это такой уже ставший, так сказать, основательным жанр, где женщины рассказывают, просите о своих оргазмах, а художник эти оргазмы рисует, эти, так сказать, рассказы женщин материализует в рисунках, совершенно фантастических, потрясающих рисунках. Ну, а рисунок, представляете, это же, так сказать, можно всё нарисовать. Вот такая картина, например. Любопытно, что это делает мужчина. Нет, это женщина, это автор женщина. Художник. Художник ца. А, художник ца, я неправильно понял. Художница французская картина. А был бы ещё один нюанс, что мужчина пытается это представить и изобразить. Ну, я думаю, что мужчине не дано представить женский оргазм. В том-то и дело. В том-то и дело. Я поэтому и усыпился за это. Ну, какой интересный подход. Ну, и как женщина видит это, визуализирует это, там бесконечное, даже у фильма два названия, вот этот, значит, как там он называется, общий оргазм, что ли, то есть какое-то бесконечное количество оргазмов на, сколько же фильм длится, минут 20, что ли? Просто бесконечное количество вот разных женщин, почему он документальный? Алик, мы тоже женщины? Тоже женщины, да. Ну, женщины рассказывают о своих вот этих, так сказать, чувствах, и художник, аниматор, мультипликатор рисует эти чувства. Вообще, я просто смотрел с открытым ртом и жду с нетерпением показа в Зузеуме. Я планирую где-то там встать сзади и, так сказать, подсмотреть на реакции зрителей. И может взять фильм о фильме, как люди смотрят этот фильм. Да, вот, поэтому, да, и будут пять, целых пять латвийских премьер, точнее, я бы даже сказал, может быть, мировых премьер, потому что латвийские фильмы, у нас три картины в конкурсе, «Ардукфест» и «Балтийский фокус». И, да, нет, это две мировые премьеры, одна будет латвийская. Вот будет очень интересная картина. Вчера уже Антон Долин написал рецензию на нее в «Медузе» Стаса Токалова «Все будет хорошо». Это Стас Токалов, многие знают его по игровым картинам, которые он… Начинал он как документалист. Да, и сейчас он очень, как бы, очень уверенно вернулся в документальное кино, сняв на протяжении нескольких лет историю своей русскоязычной семьи. В трех поколениях его бабушка, ветеран войны, переехала из Курска в Ригу в 1955 году, жила всегда вот этой идеологемой России, Великой Победы, она была одной из звезд на праздновании у монумента с водителем, потому что, так сказать, ее почтенный возраст и наличие медалей на… так сказать, собирал какие-то просто горы цветов вокруг нее. И это было ее частью жизни, она была абсолютно… Она жива, кстати сказать, еще. Это была частью ее жизни, она была уверена в том, что все так и должно быть. И сейчас она столкнулась с абсолютным непониманием и разочарованием. И, так сказать, ну, это очень точно, тонко сделано и деликатно Стасом. Вот опять же, в силу того, что это его родная бабушка, его родная мама, родная сестра. Потом мама такая уже колеблющаяся, которая, так сказать, начинает учить латышский язык, несмотря на то, что всю жизнь прожила. И Стас, который уже является нормальным билинг-европейцем, поэтому, может быть, он и называет свою картину «Все будет хорошо», но это нужно смотреть. Там очень много таких вкусных нюансов, таких парадоксальных откровений, таких, в общем, я думаю, что и хейта вокруг картины будет немало, но в силу того, так сказать, конфликтного времени, в котором мы сейчас находимся, но это такая будет звучная, звонкая премьера. Или картина «Девушки с 60-х». Латвийская картина, которая рассказывает судьбу девушек, родившихся в 60-м году, как и режиссер фильма. И я думаю, что эта картина, конечно, берет, ну, куда более благосклонную аудиторию, чем, допустим, конфликтная картина Стаса Такалова. Но, тем не менее, я смотрел с огромным наслаждением этот фильм, когда вот мы его отбирали. Ну, это как бы такие ожидаемые латвийские фильмы, о которых знали, которые поддерживала, там, киноцентр, культура «Капиталфонд». То есть, ну, это такие... А мы не то чтобы нашли, а нам на отбор прислала вдруг неожиданно картину, которая называется «Желанный ребенок». Девушка, наша соотечественница, латышка, которая живет в Германии, и которая сняла фильм о себе. «Желанный ребенок» – это она, а «Желанный» он потому, что за, там, два года до ее рождения умерла ее сестра. Родная сестра, которую она знала только по воспоминаниям родителей, по походам на кладбище. Она умерла от болезни тяжелой. И для родителей своих появление на свет вот этого, этой девушки, которая потом стала режиссером, и было тем, ну, некой компенсацией потери, вот тем самым желанным ребенком. И она как бы снимает о себе, о своих родителях, и, скорее всего, она снимает о своей сестре, которую никогда не видела. Она живет в Германии, окончила Мюнхенскую киношколу. Кстати, Германия получила главный приз за эту картину. И вот латвийская премьера будет «Нардоквест Рига». Вот, например, диапазон конкурсных фильмов латвийских. Кстати, мы беседуем уже какое-то время, еще ни разу не прозвучало, даты не прозвучали, 2-9 марта. Да, 2-9 марта. И вот повторюсь, что билеты уже продаются, и мы, естественно, поглядываем динамику продаж. Мне как бы и приятно, и в каком-то смысле ответственно. Так как я не могу свои фильмы, к сожалению, ставить в конкурсную программу, мы на церемонии закрытия будем показывать фильм «Восточный фронт». Это моя последняя работа, которая сделана совместно с Украиной, а также еще Чехией и Соединенными Штатами. Это сделано в Украине, картина о войне. И она является фильмом «Церемония закрытия». И вот на нее уже, по-моему, ползала продано. Хотя это сегодня у нас какое-то число, 2 недели, 3 недели до события. Вообще, знаете, я так много говорю про кино, а может быть, зрителю лучше какие-то более простые практические вещи его сориентировать. Я знаю по себе, что есть какой-то предостей... Ну, так сказать, как-то обычному зрителю кажется, ну, фестиваль – это что-то такое для кого-то, что я там буду делать, это не мое. Я лучше потом спокойно пойду в кино посмотрю или там в интернете. Ну, прежде всего, как правило, ну, к сожалению, так, в отличие от игровых фильмов, в прокат фильмы документальные практически не выходят. В интернете их почти невозможно найти. На фестивале ведь их можно и посмотреть, и пообщаться с авторами. У нас все авторы, за редчайшим исключением, приезжают в Латвию. Это вообще говорит о том, что они очень ценят фестиваль наш, хотя он молодой, и хотят лично представить картины, хотят лично встретиться со зрителями. И это довольно-таки уникальная возможность и пообщаться с автором, и пообщаться с соседом по креслу в зале или в фойе. Кстати, на открытие закрыли, ну, совсем такая смешная вещь. Ну, просто можно прийти, сдать вещи в гардероб, все-таки март, это еще холодно, и нормально, цивильно, там, не знаю, выгулять платье или как-то комфортно в фойе, там, так сказать, выпить вина. Ну, какое-то такое светское культурное мероприятие, говорят, театр начинается с вешалки. Это существенная вещь, прийти, снять пальто и, так сказать, быть в пространстве вот этого комфорта, а не там с шубой таскаться по залу. Это тоже вот у нас, ну, по крайней мере, открытие-закрытие, мы предоставим такую возможность. И, кстати сказать, еще, наверное, я скажу, может быть, почти впервые, потому что мы так колебались, да, нет, но сейчас приняли решение, в день закрытия фестиваля вообще произойдет абсолютно уникально, это, поверьте, не потому что это как-то со мной связано, или это фестиваль, которым я руковожу, это абсолютно уникальное событие, будет премьера, в данном случае, моего даже не фильма, а я это называю публикацией, это документальный фильм, который длится 6 часов 45 минут, он будет показан без перерыва, и, ну, это, мне кажется, что это просто любопытно попробовать провести, в том числе зрителю над собой эксперимент. Этот фильм называется «2020», ну, или «2020», может быть, так правильнее, о любви и о свободе. Этот фильм начинается 31 декабря 2019-го и заканчивается 31 декабря 2020-го, ровно о годе, но это не набор какой-то хроники, а там базовым ключевым событием, помимо многих других, как бы, линий, является написание пьесы о Горбачеве, то есть процесс написания пьесы, в котором участвуют Алвис Херманис, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, я и еще, так сказать, несколько человек, то есть мы просто видим весь процесс написания пьесы, но он не, это не написание пьесы, как там, точка, запятая, а это обсуждение жизни, нашей жизни в 2020 году, напомню, кто забыл, что была, между прочим, пандемия, мир стал на паузу, и вот это вхождение вот этой пандемии с ограничениями, с ограничением свобод, передвижений, а пьеса пишется о открытии свобод, снятии ограничений, вот эти вот встречные движения, ее еще интересно, наверное, будет смотреть эту картину, учитывая, что потом произошло со всеми героями, как разнесла жизнь, это всегда будет таким, как бы, вот, домокловым мечом над зрителем, вот это знание той войны, в которую все вошли, в той благородных поступков одних и неблагородных поступков, других участников этих дискуссий, ну, вот такое будет тоже, и это только на фестивале, такое вот нигде в другом пространстве. А как это вообще, вот 6 часов 45 минут это будет, ну, то есть, я так понял, один выпусковый. Можно ли выйти пописать? Почти как рабочий день. Ну, можно выйти пописать, но пропустишь ровно столько, сколько будешь, так сказать, длиться процесс. Да, да. Сам виноват, если что. Тут уже про вино в фойе речи быть не может. Ну, можно взять с собой трубочкой, так сказать, что-то подсасывать. Что касается программы и войны, наверняка же львиная доля будет посвящена в той или иной мере Украине, прошедшему году, если это можно так сказать, подведение итогов этого года. Вы знаете, мы не то чтобы подводим итоги, хотя действительно фестиваль открывается картиной датской, которая, кстати сказать, сейчас вошла в пятерку номинантов на Оскар «Дом из осколков», и режиссер приезжает, который, кстати, у нас здесь в Риге, когда мы еще вместе с Северским фестивалем проводили, «Ардокфест» получал гран-при за тоже картину, снятую на Восточной Украине, «Лайсабак далеке». Так вот, фестиваль начинается, картины, сделанные в Украине, будут несколько и украинских картин, и о Украине, и завершается фильмом «Восточный фронт», значит, украинской картины, латвийско-украинской. Но мы решили сделать программу, которая называется «Война до войны». Я расшифрую смысл этого названия. Дело в том, что на самом деле война началась не 24 февраля 2022 года, она началась в 2014 году, но мир, да в общем и Латвия, чего ж тут греха таить, не видела должным образом этой войны, не хотела видеть, надеялась, как тот Макрон, он бесконечно созваниваясь с Путиным, надеялась на какое-то другое решение конфликта. Но это был не конфликт, это была война, и вот документалисты трубили во весь голос, убедительно предъявляя образы этой войны. И мы собрали программу, которая называется «Война до войны», это документальные фильмы, которые сняты в этот период, с 2014 по 2022 год. В этой программе и победитель прошлого года конкурса «Балтийский фокус», латвийско-украинская картина «Это дождь никогда не закончится». Это и мой фильм «Родные», который я снял в 2014 году, параллельно с процессом моей эмиграции из России. Это и фильм того же Саймона «Лайсабак далеке», который получал гран-при. Это и картина, приезжающая к нам со своей новой премьерной картиной «Мы не погаснем», украинский режиссер Алиса Коваленко. Ее первый фильм был снят, по сути дела, вместе с Дураковой, Леной Дураковой, о самой Алисе. Она называется «Алиса в стране войны», о том, как Алиса пошла на войну воевать, то есть защищает свою родину с оружием в руках. И нужно сказать, что Алиса, будучи... Она всегда приезжала там на Ардук-фест, и она большой наш друг, молодая, красивая девушка из Украины. И вот сейчас она снимала этот фильм «Мы не погаснем». Премьера мировая этого фильма будет буквально за неделю до Риги на фестивале Берлинале. И она, по сути дела, остановила монтаж фильма, вот этого нового своего фильма. И отправилась не режиссером, не оператором, не журналистом на фронт. Она отправилась стрелком, будучи единственной женщиной в этом... Ну, я не военный человек, я не знаю, батальон, подразделение, группа. Единственной женщиной. И она воевала обычным стрелком-пехотинцем вот уже в этой войне. Абсолютно героическая. У нее маленький сын Тео. Ну, в общем, я просто знаю хорошо семью, эти все обстоятельства. Я с ней встречался, обсуждал. И вот... И ее тоже фильм будет в программе «Война до войны». И будет фильм, кстати сказать, ведь фильм «Восточный фронт», простите, что я не сказал об этом, это первый раз в своей жизни я делаю фильм с со-режиссером. Мы два режиссера. И мой со-режиссер, это Евгений Титаренко, который тоже с 14-го года на войне. Я с ним, собственно, и познакомился, когда они прислали еще, чтобы мы показали в Москве, картину «Война ради мира», которую он снимал на войне 14-го года. Мы эту картину тоже покажем сейчас в Риге. Он воевал и в этой кампании. Собственно, его съемки в этой кампании и киевское, и херсонское направление, и харьковское вошли в картину. И он тоже приезжает, хотя мужчинам очень сложно выезжать из Украины. Он приезжает буквально в последние его дни разрешенного пребывания за пределами Украины. И он прямо из Риги вернется в Украину опять на эту войну. И это тоже возможность встретиться с этим человеком, поговорить с этим человеком, увидеть этого человека, и увидеть и девушку, и парня, которые реально воюют за свою страну, снимая при этом кино. Так вот его картина «Война ради мира», которую мы в результате так в России не показали, потому что это был первый прецедент, когда на меня генеральная прокуратура завела там дело по разжиганию межнациональной розни, потому что показ этого фильма так в России понимали. Но вот в результате этого мы познакомились, подружились и пришли к картине, совместной картине, премьера которой, между прочим, мировая, состоится ни много ни мало 24 февраля в конкурсной программе Берлинского фестиваля. Берлинский фестиваль, может быть, слушатели не знают, это один из трех главных мировых кинофестивалей. И насколько я понял от своих коллег, латвийское кино последние годы, десятилетия не добиралось до такого высокого статуса конкурсной программы Берлинали. Это значит, что мы тоже боремся за «Золотого медведя». Ну, конечно, там жюри уже будет решать, но сам факт, что фестиваль нашу картину поставил 24-го на годовщину, ну, тоже, как бы, и обязывает нас, и говорит о многом. А как можно снимать фильм, где, ну, вот, я пытаюсь понять, вот, где может быть логическая точка этого фильма? То есть, ведь пока история не завершена, как будто бы, вот, невозможно рассказать эту историю. Ну, прежде всего, открытый финал – это довольно-таки мощный художественный образ, который нередко используется большими художниками, большими, так сказать, крупными мыслителями литературы, кинематографа. Но в нашем фильме, я не хочу заниматься спойлерством, но в нашем фильме, как ни странно, есть определенный финал. Но это уже зритель увидит. И даже не буду говорить, он оптимистический или пессимистический, но картина закольцована определенным этапом. И несмотря на то, что даже вот мы получили от Берлинали буквально на днях, они, видимо, долго думали, как быть, и они попросили, ну, нас предупредили, даже не попросили, а предупредили, что они перед фильмом поставили такой титр, что в фильме использованы, знаете, вот как в Ютьюбе пишут, что вот это видео там может вам нанести. — Присклайм. — Да, должен сказать, что в этом фильме есть вещи, которые, есть эпизоды, которые эмоционально непросто для восприятия обычного человека. Я сам, когда, работая над фильмом, постоянно пересматривал, ну, и видел там, у нас постпродакшн был в Праге, и в какой-то из дней наш звукорежиссер попросил, чтобы мы пустили его студентов. Пришло пару человек, там японец какой-то, и я просто вот так боковым зрением увидел реакцию этого японца, я думал, что ему нужно неотложку вызывать, когда он просто увидел на экране то, что происходит. Поэтому я как бы не отговариваю зрителя прийти на этот фильм, но я предупреждаю, что война — это не шербовские зонтики, это, так сказать, ну, такая штука. — Вы упомянули в своем рассказе первое дело, которое генпрокуратура на вас завела, а ранее прозвучало, что два российских фильма будут представлены в программе. Означает ли это, что те два режиссера буквально подписали себе определенный приговор одним своим участием в... — Да, это хороший вопрос. У нас есть несколько картин в конкурсе, которые сделаны авторами, которые были, которые жили в России, но все они на сегодняшний день эмигрировали в разные страны, кто беженцы, кто по гуманитарным визам, кто там нашел свои какие-то корни еврейские и так далее. А вот так, чтобы из России, это два человека, один очень известный, очень яркий, очень самобытный художник, и мой, как бы, я знаю этого человека, но при этом, почему я так абстрактно говорю, при этом он свой фильм последний снял под псевдонимом, и под этим псевдонимом он этот фильм представляет на фестивалях, вот под псевдонимом мировая премьера этого фильма состоялась на фестивале Итфа в Амстердаме, где получила приз. Псевдоним какой-то витиеватый, такой нагло витиеватый, Винченца, там что-то, чего-то, ну, чтобы было понятно, что это псевдоним. Но он, оставаясь в России, не может, ну, просто опасается за себя, за своих близких, и вынужден, это вообще новая история, фильмы, созданные под псевдонимом. Другой фильм молодого режиссера, очень, он, вот видно, что, я даже не знаю, он как-то, он боится давать интервью, он боится как-то вот какой-то публичности, он переживает, хотя картина не политическая. Понятно, что ни один из фильмов не поддержан государством, не связан с государством, и вот вторая картина, это срок годности, это такие съемки, иногда даже скрытой камерой, или такой привычной камерой, вокруг помойки, где собираются люди, не бомжи, но это такая помойка, центр приема вторсерия, вот какой-то такой пункт, где собираются люди, вполне себе интеллигентные, и говорят о своей жизни, не о тяготах жизни, а просто о своей жизни, и мы через их разговоры, они приносят вот на эту помойку какие-то вещи, какие-то вещи там находят, и наоборот уносят домой, вот такая жизнь вокруг этой помойки очень, ну, и очень точно отражает, ну, одним словом, вот две картины российских авторов, живущих в России. Да, статья о зафейке о российской армии уже существует, скоро будет наверняка статья о зафейке о российской жизни. Как это так? Люди у нас помойками не шаются. Ну, в принципе, я хочу сказать, что и без статьи она уже существует, потому что граждане, ведь, что такое статья, что такое вообще уголовное преследование и уголовное наказание? Это лишение свободы. Будь то лишение свободы в местах лишения свободы, или домашний арест, или наложение каких-то ограничений, но это уже происходит внесудебно. Все граждане России находятся в состоянии лишения свободы. Их, я не думаю, что много, так сказать, желающих добровольно идти и убирать в окопах чужой страны, вот среди мобилизованных. Ну, не думаю. Ну, одно дело, там где-то в пивной, значит, поддерживать эту власть или на кухне, или, значит, ну, в каком-то таком, в социальных сетях, и совершенно другое дело, когда тебе говорят, а вот теперь вот тебе гнилой автомат, и вперед в окопы. Поэтому человек, которого лишают права на собственную жизнь, которого лишают права на собственное слово, который лишают права на собственное будущее, он уже находится, ну, как бы, ну, как бы вся страна стала местом лишения свободы. Просто конкретно этот фильм, это высказывание, уместно, наверное, параллели с ставшими мемом, словами Шевчука про родина-это бабушка, которая там где-то на полустанке что-то продает. Да, да, абсолютно, абсолютно. Ну, ведь нужно понимать, что Ардукфест Рига и Ардукфест раньше, который был в России, это не фестиваль журналистского, пропагандистского, форматного кино. Это, наоборот, изначально он вообще в первые годы назывался фестиваль неформатного кино. То есть это авторские высказывания, авторские поиски, поиски языка, подбор слов для, так сказать, формулирования своих чувств. Это чувственное кино. У нас нет ни одной картины, у нас нет ни одной картины, ну, какого-то такого прямого пропагандистского свойства. Даже если фильм касается, даже, вот скажем, фильм Винченца, вот этот под псевдонимом, он называется «Манифест». Но в этом фильме нет манифеста как такового, нет призыва. Это фильм смонтирован, давайте я его тогда представлю, это фильм смонтирован из съемок селфи огромного количества детей и подростков в России, где через эти селфи истории мы видим, как зарождается ненависть, как зарождается зло, как зарождается жестокость. Как порождается жестокость. Она же не, вот не сразу же ребенок берет винтовку и идет убивать своих одноклассников, что тоже в фильме есть. Ведь это не в этот момент зародилось, это где-то раньше зародилось. Может быть, это зародилось, когда учительница, парня-подростка, на глазах у всего класса бьет, делает ему подзатыльник. Ну, подзатыльник, казалось бы, ну, ничего страшного. Но вот через запятую все это набирает, набирает силу и потом преобразуется в агрессию, в конце концов преобразуется в войну. Вот эти люди вот так могут потом спокойно идти на территорию другого государства и, так сказать, отправлять своим женам холодильники и стиральные машины с разворованных, уничтоженных жилых домов. Вот где где эта природа зарождения вот этого ужаса? Потому что преступление совершает не преступник. Преступление совершает человек, который в состоянии переступить грань человеческого. и вот в этом фильме мы это видим и это, несмотря опять же на то, что называется манифест, это не манифест, это некая возможность погрузиться каждому из нас в некий самоанализ. Потому что у нас в конце концов есть дети, мы можем через погружение в эту картину отрефлексировать на собственных детях, на своем внимании к собственным детям. Ну, и так, это очень-таки сложные процессы. Но получается, что документальное кино, оно как будто бы всегда предполагает какой-то нонконформизм и вот оно неудобно может быть для власти в любой. То есть это не пропагандистское кино. Ну, вот я думаю, что, например, картина Стаса Токалова «Все будет хорошо», вот она может... Потому что, знаете, очень легко нам здесь сидя рассуждать о России и говорить, как там все плохо, как там все... Ну, вот мне любопытно, а как в Латвии будет воспринята картина о здесь существующей точке напряжения? Ведь мы не будем скрывать, что она есть, эта точка напряжения. Ой, захейтят! Вот как это будет восприниматься, на каком уровне дискуссии будут все стороны обсуждать не художественный вымысел, а реальную судьбу реальных людей, более того, родителей самого режиссера. И я жду с и интересом, и тревогой. Это достаточно смелый поступок с его стороны. Мы позовем, наверное, Токалова, действительно, все больше часа часто бывает. Когда последний раз был у нас в студии, он упоминал, да? Да, он упоминал об этом. У него был художественный фильм, но он упоминал, что он сейчас как раз занят документальный. Время пока еще есть. Может быть, несколько слов о жюри фестиваля? Ну, жюри, да, это всегда такая витрина фестиваля. Значит, у нас два жюри, два конкурса. В одном жюри, «Балтийский фокус», у нас будет польский выдающийся режиссер среднего поколения Павел Лозинский, который в прошлом году приезжал и представлял тоже в конкурсной программе картину «Балконный фильм». Ну, это действительно совершенно уникальный автор. К сожалению, мы не показываем в этом году его картины. Может быть, это была даже ошибка. Но можно поискать, может быть, что-то найдется. Илза Бурковска, наш латвийско-норвежский режиссер-аниматор и украинский продюсер, один из основателей и Одесского фестиваля, и украинской киноакадемии. И, кстати сказать, ко-продюсер нашего латвийского фильма «Родные» Юлия Сенкевич. В другом жюри «Арду Кэст Оупен» у нас будет Ингеборга Дабкунайта, литовская актриса, ее многие знают по работе и в российском кино. Значит, у нас будет Дмитрий Глуховский, который, кстати сказать, тоже, как и я, объявлен в России в розыск. Он еще и наагент, и, так сказать, один из самых успешных писателей, которые работают на русском языке, один из самых публикуемых писателей в Европе и мире. И, значит, Господи, Боже мой. Да, и Улдис Тиренс, наш «Рига Лайкс», он с первого «Арду Кэст Рига» был, как бы, таким негласным членом команды в том смысле, что он проводил батлы с нашими гостями. Он проводил батл на первом фестивале с Виктором Косаковским, на втором фестивале он проводил батл с Дмитрием Муратовым. Нужно сказать, что мы эти батлы записываем на видео, и батл с Муратовым получил там какие-то более 10 миллионов просмотров, то есть это вообще как бы, то есть, можно сказать, наш Юрий Дудь получается латышский. Вот такой жюри. И, кстати, о батлах. В этом году тоже будет батл. Мы это вот по тонкому льду будем идти, так как Тиренс член жюри. мы хотим попробовать, вот это правда еще никогда никто себе не позволял такую вольность. Мы поставили заседание жюри, которое будет определять итоги фестиваля и призы этого конкурса, а сразу после этого запись батла, где мы предложим жюри обсудить как бы мир в контексте того конкурса, который они посмотрели, своеобразное заседание жюри, но такое, так сказать, более публичное, где не будет обсуждаться, почему там один фильм не получает приз, а другой получает, но тем не менее все равно своего рода заседание жюри. И мы хотим его тоже записать и сделать в виде батла такую программу, которую выложим и в интернете и может быть еще где-то. То есть максимально прозрачно само... Попытаемся, потому что обычно даже я не присутствую на заседаниях жюри. Я сижу, покусывая, так сказать, ногти, скажем так, в предбаннике и жду, когда жюри выйдет с вердиктом. Потому что я люблю каждую картину, мы боролись за каждую картину, чтобы ее получить в программу, а жюри, как бы, это совершенно самостоятельные люди, которые вдруг выходят с такими неожиданными решениями, что... Кстати, я никогда с ними не спорю, я, так сказать, уже себя настраиваю, что что бы они ни сказали, это истина в последней инстанции и потом только через какие-то часы такая волна тебя накатывает, иногда негодование, как же они не разглядели или как же они... Ну, в общем, поэтому... А вот здесь попробуем сделать это публичным. сам не знаю, что получится, если получится как-то неправильно, может быть, и не будем публиковать, посмотрим. Дополнительные сеансы вдруг, если какие-то будут раскуплены и будут, будет возможность. Восточный фронт, например, прямо на праша. Ажиотаж. Ну, прежде всего, Восточный фронт выйдет в прокат, он сразу после Берлина выходит в нескольких странах Европы в кинопрокат, он выйдет и в Латвии, но у меня просто сразу... Тут такая проблема, что мы уже на сегодняшний день получили приглашение более чем от 10 фестивалей, это вот на первый там март-апрель месяц, и у меня просто начинается такой турне, я буду в Ригу заезжать, и к чему я говорю? Я не смогу, мне интересно со зрителем пообщаться, мне интересно услышать зрителей, и, к сожалению, в прокате наверное какие-то, может, один-два сеанса мы сможем организовать с обсуждением, но это не будет происходить, а на фестивале все-таки это будет, и я думаю, что мы вот видно уже, что сейчас за два-три дня раскупят весь этот сеанс, и мы, наверное, 9-го числа сделаем дополнительный сеанс, где я все-таки хочу, ну, хочу пообщаться со зрителем, мне это очень важно, к сожалению, Женя уже уедет, он прямо 9-го утром улетает, или уезжает, он нам повезет гуманитарный груз. Евгений Титаренко, напомним, просто кто подключился сейчас, да, мой соавтор, вот, а я еще буду в Риге, потому что я тоже там, по-моему, 10-го улетаю, и вот, наверное, 9-го мы сделаем еще сеанс с тем, чтобы пообщаться со зрителями. Ну что же, второе-9-е. Второе-9-е, да, Марта, Арт Докфест Рига, три площадки, две площадки, две площадки, сплендит, три помещения в сплендит и изузел, да. Президент фестиваля, режиссер, продюсер Виталий Манский был с нами сегодня, большое спасибо, успеха в Берлине, я так понимаю, буквально, вы на дне полетите на фестиваль, где Восточный фронт будет представлен, мировая премьера, держим за вас кулаки. Спасибо. Спасибо. Радио Болткома